Всем привет, с вами я сегодня покажу, как сделать аватарку к социальной сети в программе Photoshop CS5. Выбираем стартовую картинку, я выбрала вот такую вот. И приступим. Возможно, вы хотите, чтобы эта картинка была ваша, чтобы у вас были на неё авторские права. А здесь есть привязочка вот. Можно просто отрубить её, но качественнее будет так. Выбираем штамп, уменьшаем кисть фигурными скопами. Пликаем на нужном месте и подкрашиваем. Ну, короче, это можно убрать качественно. Вернёмся к нашей картинке. Чтобы сделать её реально насыщенной, качественной и профессиональной, и нужно сделать её разноцветной, колоритикой, контрастной. Копируем слой комбинации клавиш Ctrl-J. Я вот посмотрю, какие у меня есть там текстуры. У меня очень много текстур. Это я специально для урока взяла эту текстуру. Давай, например, возьмём полоски. Нажимаем редактирование, масштабирование. Масштабируем её под нашу картинку. И у нас вышла такая картинка. И теперь делаем двойной клик около надписи вот этой картинки. Вот, выбрали картинку. Сейчас это я быстро подровняю её. Так, всё. Кликаем два раза. И у нас выбило такое окно. Делаем непрозрачность меньше. И видим, что у нас виднеется наша картинка. Сделаем это окно 21. Но это уже кто как хочет. Теперь сделаем ионовую линию. Чтобы сделать ионовую линию, надо создать новый слой. Сюда его переместить, нажать контуры. Создать новый контур. Вот, создали. Теперь давайте возьмём пирог. И начерпим контур нашей ионовой линии. Это будет наша ионовая линия. И затем выберём кисть. И цвет. Ну, я чаще всего беру красный. Вот такой даже можно здесь. Нажимаем ОК. И здесь тоже возьмём красный. Затем берём перо. Направляем на наш контур. И выполнить обводку контура. Нажимаем ОК. Ой, что-то вынималось. О, что-то не то. Натронимся. Заряднём забраться не было. Как же его делать? Уже давно не делал. Ну ладно, сейчас. Вроде бы уже так делалось. А мы ещё раз закрупываем обводочку. Это что за бред? Не понимаю. А, вот. Мы уже сделали обводку. Только в чём приход? Что мы не сделали нужную нам ширину. Целковая линия. Всё, понятно всё. Так, контуры. Один контур, как и был. Перо, чертим. Затем берём кисть. И размер нашей кисти. Ну, я сделаю где-то, может, 29 пикселей. А теперь уже уже делаем перо. Выговорить обводку контура. Выбираем самим кисть. Имитировать нажим. И окей. Видим, у нас появилась ионовая линия. Чтобы сделать её правильно, красиво, нажимаем контуры. И удаляем контур. Чтобы у нас была сама линия, без контур. Контур. Берём ластик. Вот, берём ластик. И начинаем чуть-чуть подтирать. Подтирать его новую линию. Вот так, аккуратненько. Чтобы всё было качественно. Да, вот. Вот, видите, как достаточно красиво вышел. Такая его новая линия. Что ещё можно сделать? Чем можно ещё побаловаться? Давайте для прикола. Если будет красиво, оставим. Если не будет красиво. Берём. О-жи-жи-жи. Редактирование опять же. Трансформирование. Масштабирование. И делаем масштабирование. Что-то, по-моему, не кассио вышло. Так, берём. Дальше сделаем. Редактирование, трансформирование, масштабирование. Подстраиваем. Да нет, так оно и должно быть. Так. И можно нажать вот эту птичку. Итак. Мы видим, что наша картинка вся перекрылась. Нажимаем двойной щелчок около нашего слоя. И непрозрачность делаем, чтобы был оттенок квадратиков. Вот, делаем. Высыпаем такой рисунок. Давайте ещё надпись делаем. Убираем текст. Так, сейчас секунду. Так, выбрали текст. И выбираем место для текста. Но я пока что здесь буду делать. Я вообще на всех своих авах, на адапте, пишу свой скайп. Вот, если что, мы искаем. Ибираем шрифт, который нам нужен. Ну, и, естественно, же цвет. Цветка скайпа синий. И нажмём, опять же, около текста. Можно его сделать чуть прозрачнее. И выберем, ну, здесь можно всякие себе пункты выбрать. Вот, опять же, выберем обводку. Наложение цвета тут можно. Наложение радиента. Наложение узора. Узор можно накладывать. Ну, сделаем так, прикольный эффект. Так, теперь можно выбрать редактирование, трансформирование и поворот. Сделаем вот так вот, как всё. Вот. Теперь опять же, редактирование, трансформирование, наклон. Сделаем чуток наклон. Вот так вот, как у нас вышло. Ну, что ещё можно? Давайте ещё один текст. Вот так вот, прикрепляем. Речь там, помимо. И, ну, вот. Были, подключения уже постоянно шлифтами. И, ну, вот. Вот, люха. Тоже сделаю обводку. Тоже делайте сними. Окей. Прикрептирование. Поворот. Ну, и делаем под себя уже, кто как хочет. Вот так вышло красиво. Очень красиво. Ну, вроде всё, там ещё много чего можно делать. Кому нужны текстуры, пишите мне вконтакт. Сейчас вам покажу мою страницу. Вот моя страница. Опять же, аватака сделана, наверное, мной. Сохраняем. ID.wk.com Slash. Илухобор. Нижняя чета. На ней все. Сохраняем. Если мы... Если нам надо оставить тот оригинал, то сохранить как нажмём. Например, нажмём сохранить как. В чпеге. И другое какое-то название. Сохранить. Окей. Закрываем фотошоп. И видим, у нас есть такая вот кодка и такая. Такая у нас была. Такая стала. Посоветую вам на всех ваших работах. Всё-таки это ваш труд. И чтобы у вас были авторские права. Чтобы никто на них не претендовал. Вот, загрузим её сюда. Делаем ещё один фиг. И пишем автор. И джейс себе. Ну, вы можете её по-своему назвать. Автор, например, биджея там. Какого-то или чё-то ещё. Я зачастую убираю такой вот шрифт. И это делаю видным, чтобы всё видно, что это я делаю я, а не какой-то другой левый. И десяточка. Отправляем его аккуратненько. Отправляем его аккуратненько. Пу-па-па-па-па. Ну, всё, вот. Нажимаем «Сохраним». Чпэк. Этот уже замен. Отправляем. Окей, окей. И здесь всё хрень. Видимо, авторные ящики не можно сделать покрупнее, как и здесь. Авторные ящики. Всем пока. С вами был Кирилл. До новых встреч. До новых встреч.